Далее великая манджурском абрикосе. Вот. Нужна смена поколений. Манджурский абрикос выглядит вот так. Вот. Внимание. Дерево глубоко. Как бы его назвать-то? Почтенное, но глубоко. Даже не больное. Это уже старость глубокая. Видите? Давайте посмотрим, что он дает. Сравним. И вы оказываетесь в удивительном мере его потомкам. Вот выбираю самый крупный плод. Вот он. Видите? Да, они такие есть. Они сладкие. Сейчас покажу вам. Плод. Охотка хорошо отделяется. Но крышинка никуда не делась. Его потомки уже прославили исполняющие обязательства института экологии города Челябинска, Миявского института. Вот. Плоды у него получились крупнее. Сеянцы. Он немножечко как бы лукает. Сеянцы. Я ему высылал. Они рассеют под этим деревом. Под этим гигантом. Вот сейчас не выглядят гигантом. Потому что листы у моего осталось. Он обреченный. Все год-два. И я его выпиливаю. Ну, 40 лет беспорочной службы. Один из его потомков. Как они оказались наиболее удачные. И почему они. Я их называю. Смотрите. Я их называю. Знаете как? Я их называю. Выдающимся. Вот в тени они уже вот такие вот. В тени. Видите? Вот где-то 30 грамм. 35. Вот он уже упал. Это уже 40 грамм. А может 50. Давайте смотреть дальше. Как это случилось? Хорошо, что он не в разное время созревает. Вот он. Это хотя уже соседнее его дерево. Его как бы собраться. Брат. Но то еще не созрело. А это все от него же. Вот от этого. Вот от этого. 40 граммовые плоды. 40-45. У меня глаз набитый. Давайте посмотрим, какие еще. Вон еще более крупные. Видите? Нет. Тут уже не раз собирали. Где-то солнце, где-то тень. Где-то еще крупнее плод видел. Или тряхануть. Я как-то отучаю людей трясти. Ради науки. Ага. Ради науки упал вот этот. Вот. Ну, уже разбился. Ладно. Упал вот этот. Выглядит свежее, но 35 грамм. И упал вот этот, когда я тряхнул. Сейчас только тряхнул. Побился немножко. Теперь будем пробовать на вкус. Вот. Все. Это уже царство муравьев. Все. Не могу его кушать. Потом косточку подберу. Косточки уникальны. Давайте еще тряхану. Там 50 граммовая где-то в кроне. Во! Вот они. Нет. Это опять 40. Это опять 40. 40. Что, не хочется? Где срываться? Красавцы. Подождать. Я боюсь сильно трясти. Им надо дозревать. Так. Ладно. 40. А теперь еще напоминаю. Почему такие крупные? Я назвал это термином инфицирование. На нем погиб абрикос академик. Вот он был. Прививка. Она погибла. Амантюрис питал качество подвойной. Питал себе его качество. Вот прививка бывшая. Вот видно. Расчелина. Вот она. Видите, да? Мне кажется, что только благодаря ему я получил не просто крупные плоды, а культурнейшие плоды. Любуемся еще. Вот они. Вот они. Рядом второе дерево. На нем тоже была прививка. А я никогда не сажал. Просто. Я обязательно садил на будущую прививку. И здесь прививка погибла. Не захотел принять. Вот здесь она была. Только дырка от нее осталась. И этот инфицирован. Я привел новый термин. Значит, по большому счету, если не придираться, то это насыщение ментора по Мичуевну. Вот. Мои, которые несколько раз перепривиты, это уже на слоении ментора. А здесь получалось... Ну, вообще, вот он взял и даже не проснулся. Вот при... И все равно сюда попали огены. Это я сравниваю с прививкой человеку. ООСПа, полимиолит. То есть, прививка сделали, а дерево человек только крепче стало от этого. Итак, мы имеем второе дерево. Я жду с него урожай. Он тоже будет необыкновенный. Во-первых, он более урожайный. Посмотрите, если бы вы видели все это, все это, здесь плодов не... Вот. Вторая ветка. Плодов не мерено. Третья ветка. Плодов не мерено. И еще не скоро созреет, попозже. Четвертая ветка. Плодов нормально. И потом они увеличатся до... Они уже не дотянут вот до этого состояния. Вот до этого. Вот левое дерево, это супер. А это просто улучшенное манжурис. Садим, у него таких уже несколько. Но чем они отличаются от других? У него очень будет большой урожай. Здесь ведра. Вот каждая ветка, это по ведру. Они еще будут укрупняться, потому что они даже еще не пожелтели. Вот. И даст по ведру. Главное, что они... У меня в этом году, если взять, допустим, любой десяток деревьев, плодоносит из них 2-3. И в основном как раз вот такие вот. Скромные. Видите? Но он же и не скромный. Урожай-то предельный. Вкус-то предельный, вкусный. Понимаете? То есть он стал... Он стал культурным. Еще раз. Вот эти... 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 Эти плоды с того. С того. На нем все-таки прирывка пожила годик. Потом умерла. На этом умерла сразу. Вот. Зато на нем урожай больше. Вот смотрите, как интересно. Вот замкнулись кроны двух деревьев. Видите? Вот. И тот, который слева дерево. Вот. Но догонят почему? То уже почти готово. Вот-вот-вот уже падают. А с этого еще только собираются зреть, зреть и зреть. Красотично. И почему я все показать не могу? Потому что видите, тут... Тут-тут-тут-тут... Такое дело. Вот еще ветка. Вот еще ветка. И... Внимание! Вот эта ветка. Почему я говорю... Вот смотрите, еще. Протянулась от того левого дерева. Смотрите внимательно. Видите? Правая ветка. Все в плодах. Но позже. Дотянут до 30 грамм. Конечно, в счете они будут вот такие вот. Вот такие 30-граммовики. Ну и что? Разве это будет декарь? Видите, как занимаются работой? Это уже... Это уже... Вот они. Занимаются уже муравьи. Причем я их уважаю, люблю. Это главные защитники деревьев. Величайшая глупость, кто заставляет вас... Это глупые люди. Заставляют вас уничтожать. То есть, независимо от того, имеют они, в ученой степени имеют, они все на одно лицо. Они ненавистники муравьев. Вот. А у меня муравьи едят то, чего уже. Вот, смотрите. Вот она упала, видимо, два-три дня назад. Разбилась. Смотрите, что делается. Это теперь царство муравьев. Вот. Лишний раз я не вспомнил. Пожалейте их. Не уничтожайте. Умоляю. Ну что, посмотрели мы на два феноменальных дерева. Разве их можно сравнить с манджурцем? 40 лет назад вот такие были. Вот такие были. Урожаи предельные вот такие были. Когда предельные урожаи. Ну, я рассказывал про 40 и более ветер дерева, да? Вот. А сейчас их уже собирали. Ну, вот сколько осталось. Смотрите. Вот. Считать ли их феноменом? Я считаю, да. Я считаю, что это феномен. Я считаю, косточки из них. Более, это как выдающиеся дадут плоды. Выдающиеся дадут деревья. Самые мастыки в мире. Вот с этого началось. Плюс ловкость рук. Никакого мошенства. Прививка плодов, веток с культурными, очень-очень культурными, крупноплодными априкосами. Вот. И мы уже имеем на манджурце вот это вот. Мы имеем вот это вот. Видите? Вот это вот мы имеем. И абсолютно, абсолютно культурные деревья. Удалось оккультурить манджурце. И никакой это теперь не манджурец. У меня они номерные. Помните, номер 4 самый сладкий. Вот. В этом году все сладкие из-за дикой жары. Вот. А этим я еще номера не присвоил. Вот интересно, что я в свое время на нем написал. На этом феномене. Абрикос манджурский. И все, и больше ничего. Абрикос манджурский. Сын. Точка. Ай. Надо его как-то обзывать. Это самое выдающееся дерево. Посмотрите. В тени. Их не так мало плодов. Смотрите сюда. Это в тени. Им еще дозревать. Представляете, что еще грамм 10 добавят. И будут те же 40 грамм. А я все уже мечтаю 50 грамм. Почему? В этом году крупнее, чем в прошлом. Нарастает. Нарастает. Нарастает качество. С каждым годом. Благодарю за внимание. И эти же. Эти косточки будут собраны отдельно. И вы узнаете. Пусть их будет немного. Вот. С этого дерева будет много. Здесь каждая ветка по ведру дает. Каждая ветка по ведру дает. Вот. Это пойдет под этим самым. Под новым названием. Я его еще не придумал. Вот. Ну и. Остатки соберем. Это манджурский патриарх. Вот он. Вот это остатки. Соберем. Но если Сергею не понадобится. У него там тысячи тысячи растут. По-моему придется мне их забирать себе. И на продажу. Как уникальный сорт. Это называется абрикос манджурский патриарх. Вот с этого дерева. Вот с этого дерева. Самый скромный. И в то же время выдающийся. Благодарю за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. ДимаТorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...